Всем, девочки, доброе утро! Начинаю свой очередной влог. Сейчас хочу приготовить быстренько беляши к чаю, потому что сегодня у нас опять судебное заседание, и на обед у меня ничего не готово. А так у меня в холодильнике есть у меня тесто. Сейчас достанем. Помните, я готовила батон, и вот тесто осталось. Я его в холодильник убрала. Надеюсь, оно не так сильно прокисло, и кушать его можно. Также достаю фарш. Какой-нибудь маленький кусочек. Но они все у меня по 400 грамм, так что даже, наверное, половинка уйдет. Здесь муки, говорю, теста не так много. Так, чтобы на один раз чай попить. Так, морозилку закроем. Здесь я занесла воды. Это ведро, кстати, не грязное. Оно само такое, ржавое уже, старое. Буду мыть полы, потому что мне надо быть в 11-10 уже готовой. Грубо говоря, у меня есть час на все про все. Здесь у меня водичка, чтобы полы помыть. Я здесь везде помою с этой стороны. А с этой стороны помою в другой раз. Но точно не сегодня, потому что сегодня у нас не хватает, так сказать, времени. Сейчас быстренько в этот фарш отправлю лучок. Хотя он там есть. Перчика немножечко. Жиденький такой фаршик сделаю. Сформирую и обжарю. Тесто, как я уже сказала, на батон, девочки. Там и молоко есть, и вода, и маргарин. Все, что душе вашей угодно. И яйцо есть, так что вкусно должно быть. Сейчас все, фаршик разморозим и будем готовить. Фарш я замесила. Здесь у меня лучок такой большой. Немножечко воды и сам фарш. Все, формирую беляшики и обжариваю. Беру немножечко муки. И хорошо, кстати, когда есть дома тесто, которое уже готовое к использованию. Но надеюсь, что оно не сильно прокисло. Ну, здесь не так много. Потому что сейчас я вот ничего готовить не успеваю. А тут тесто осталось, и выкидывать жалко в любом случае. И все равно же жалко. Тесто-то хорошее. Сейчас быстренько обжарим. Немножечко кружочки вот такие сделаю. Потом быстренько полы помою, себя в порядок приведу. И пойду к супругу уже. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Я вам, девочки, больно не рассказываю. Потому что, знаете, Не хочется пока оповещать. Потому что всякое может опять случиться. Тут один раз оповестили. Ой, не буду рассказывать. Потому что эти люди меня тоже смотрят. Кстати, кто там говорил, что кто-то ставит дизлайки. Мне кажется, именно эти люди и ставят на мне дизлайки. Так что я уже не обращаю внимания на дизы. Муж говорит, и дизы могут быть, и лайки. Не обращай внимания. Так что я теперь не обращаю внимания. Так, два, четыре, шесть, семь штучек. Семь штучек получилось. Я-то сюда добавим. Сейчас рукой только вот так вот. Или нет. Хотя это тесто более такое, не пирожковое, а более сдобное. Потому что невозможно его рукой только раз распрямлять. Придется взять каталку. Быстренько накатаем сейчас. Быстро-быстро все сделаем. Я уже сковороду поставила. Греется. Сегодня такой плохой сон взяла. Что-то мне каждый день мама снится. Я рукой только так накладываю. Каждый день. Ой, так много фарши положила. Что-бы главное пропекся. И вот так вот я все складываю. Середочку. Быстренько. Быстренько вот так сложила. Развернула. Распрямила. И можно уже обжаривать. Сейчас еще одну сделаю. Нет, ну не одну, конечно. Так, убавлю огонь. Сделаю все. Давно я, кстати, беляши не готовила. Вообще давно, девочки. Вообще. Ну, месяца четыре точно я не готовила беляши. А так раньше, когда мы мясо покупали постоянно, мы постоянно брали мясо. И я постоянно готовила беляши. Но это все-таки жирное. Много не съешь. Но муж у меня любит выпечку. Он может уплетать ее вообще. Вот не в коня корм. Хотя сам не поправляется. Как будто бы я его не кормлю. Так, покажу, как я сворачиваю. Вот так вот. Вообще не поправляется. Сколько бы я его не кормила. Кстати, муж говорит, давай уже собирай сумку в роддом. Что, говорит, будем делать, если вдруг всякое может случиться. Он уже прислушивается к моему организму. Я говорю, о, тут кольнуло. И он мне говорит, уже где? Что будем делать? Меня даже не видно здесь, девочки. Нет, я не смогу себя показать. Будете на беляши смотреть. Где кольнуло? Что кольнуло? Что будем делать? Может, скорую вызвать? Я говорю, нету чего, не надо. Почтайте. Вот так вот. Так что. Кстати, девочки, пишите мне имена. Имена для девочек. Буду признательна. Кто что посоветует, какое имя. Ну, просто интересно, какие сейчас имена. В приоритете, так сказать, да? Я пока думаю, потому что имени для нашей доченьки еще нет. Ну, а хотелось бы, чтобы оно было. О, смотрите. Прямо даже сильнее надавила. Аж просвечивает вот тут. Сейчас быстренько нажарим, полы помоем, и порядок будет дома. Я люблю все делать быстро. Не люблю я долго возиться. Прямо вот это мое, этот, идеал, так сказать. Ой, нос чешется. Быстро, быстро, чтобы все было сделано. Долго возиться не мое. Муж у меня любит долго возиться. Он может долго-долго. А я нет. Так, для трех еще у меня, получается, начинка осталась. Осталось как раз. Мне рукой как-то удобнее накладывать. Так, быстренько леплю. Быстренько все слеплю, а потом одним махом все пожарю. Что-то тут уж две сковороды будут. Будет, будет. Сплю я сейчас плохо. Ну, сказать, что плохо, да. Ну, плохо сплю, потому что ночами, бывает, просыпаюсь. Какие-то дурные мысли в голову. Всякое. Всякое всячим. Да вроде тесто, кстати, не сильно прокисло. Нормально. В холодильнике же все-таки стояло, и не жарко так сильно. И, кстати, насчет дрожжей. Вот эти же есть натуральные, обычные дрожжи, прессованные. Я их много не кладу. Обычно там написано, вот этот вот один брикет. Вот этот брикет. Он на 2 килограмма муки. Так я подумала, это же вообще много. Дрожжей-то много получается. Так, еще немножко добавим. Поэтому я стараюсь много не ложить. Вчера надо было что-нибудь приготовить. Вчера у нас воскресенье же было. Я вчера тоже снимала. Сейчас стараюсь каждый день снимать. Поэтому так. Вот так вот. Все. И последний. И будем обжаривать. Ну вот, видите. Все буквально за пару минут. Недолго. Так, а нет. Еще один остался. А, еще два. Я думаю, еще сколько осталось? Даже не вижу. Сама снимаю. Ну, знаете, если честно, сейчас как-то такой период. Снимать-то, в принципе, нечего. Полностью открываться я, как уже говорю, не могу. Потому что... Ой. Потому что меня и другие лица тоже смотрят. Поэтому не могу пока. А на последнем мяса будет мало-мало-мало. Будет мало мясной начинки. И у меня там масло уже согрелось. Разогрелось. И последнее. И главное, теста так много, а мяса мало. Ну, ладно. Сама схема, где мяса мало. Ой. Так. Пойдет. Пойдет. Сейчас доложу все. Видите, как мало получилось мяса? Не рассчитала, так сказать. В те я бабахала так много, а в этот мало получилось. Ну, ладно. Не страшно. Кстати, а вы верите в сны вообще? Ну, имеется в виду, как это называется, вот эти вот предсказания во сне, то, что вам снится, сонники. Будет интересно, кстати, ответьте, пожалуйста. Я тут. Я тут. Все. Мои беляшки готовы. Вот такие они румяненькие получились. Поджарились очень-очень быстро. Сейчас все накрою, со стола уберу. Тут я полы успела помыть, быстро-быстро-быстро везде помыла. Но осталось у меня помыть полы в веранде, так что это попозже. Как приду со всего дела, так с чистой душой все там помою. А сейчас надо привести себя быстренько в порядок, потому что я ужасно и не накрашенная. Надо быстренько брови накрасить. Буквально, если у меня на это, на все 10 минут. Так все быстро-быстро надо сделать. Смотрите, у нас какой некрашенный потолок. Надо потолок красить. Я стараюсь его вам не показывать. Краска есть. Я не могу. Муж всегда в работе. Поэтому покрасить, как будет время, ничего страшного. О, малышка зашевелилась. Быстро-быстро все, конечно, зашевелится. Время где-то, наверное, уже 4. Я пока выложила видео, пока смонтировала, пока то-се, столько времени пролетело. Сейчас планирую... Вот этот халат меня раздражает. Раньше, кстати, вот это вот было халатом, да, а сейчас это у меня стало кофточкой. Потому что оно до такой степени село просто после стирки, что уже не растянуть никак. Теперь будет кофточкой. Сейчас в планах у меня доубираться, как я уже планировала. Ну, знаете, вот такая вот привычка, да. Если начинаешь что-то делать, да, надо сразу это делать. А если останавливаешься, что-то занимает твое время, потом тяжело опять прийти в форму и опять начать что-то делать. Сейчас мне надо помыть полы в веранде, ну, там, где мы заходим, да, все промыть чистенько. Потом помыть газовую плиту тоже чистенько. И приготовить ужин, потому что я готовила только беляши. Муж с беляшами чай попил, и все на этом. Насчет суда я ничего рассказывать не буду, потому что, знаете, пока я считаю это слишком личным. Потом, если что, вдруг, да, если что-то, что-то решится, я обязательно вам скажу. Пока решения полного нет. Поэтому я и... Рассказывать-то, в принципе, и нечего. Меня не вызывали как свидетеля, как всегда, поэтому рассказать мне вам пока нечего. Ну, надо заняться домашними делами, надо приступить к готовке. Я, наверное, сделаю овощную рагу с говядиной, так планирую, с картошкой, да, чтобы и кабачки, и все, и все, там была морковка. Это вкусно тушеные овощи и полезно, и мяско, чтобы было. Поэтому что-нибудь такое приготовлю. Ну, и, в принципе, это быстро. Поэтому будет что-то быстрое. Ну, а сейчас надо поубираться. А у нас капает дождик. Как всегда, каждый вечер. Не знаю, в последнее время очень часто. Я, кстати, не успела малинку собрать, но думаю, если что, соберу попозже. Плохо видно, но я здесь помыла полы. Хоть и старенькое, но должно быть все чистенькое. Везде прибралась, это просто краска отошла. Мы все планируем покрасить. Никак пока не получается, не доходят руки, но и мне краску пока нельзя. Я думаю, газовую плиту помыть уже завтра, потому что сегодня я не успеваю. Если честно, пока с соседкой поболтала, пока то, пока сё. Поэтому не получилось. Не получилось. Сейчас буду готовить кушать. Засниму, наверное, что буду готовить. Тут у меня обжаривается говядина с луком. Понемножечку огонь сделала, уменьшила, потому что очень-очень брызгается. Смотрите, сковородку всю забрызгала. Сейчас пойду за картошкой. Подготовлю кабачки, картошку, морковку. И все это дело вместе буду тушить. Как, девочки, приятно, когда все растет на своем огороде. И лук, и морковь, и картошка. Смотрите, какая есть уже картошка. Еще и расти, и расти, потому что зеленые кусты. Она у нас вот такая вот. Ну, разные есть, но мелких очень мало. Этот кустик был маленький. Я его решила выкопать. Вот такие вот там картофелины. Показываю, девочки, этап приготовления. Внизу у меня говядина прожарилась с луком. Дальше добавила я молодую картошку. Тоже сошкрябала кожицу, потому что молодая. Поэтому я ее не прочищаю так сильно. Да, просто убираю тонкую кожуру. Дальше морковка, кабачки кубиком, капустки немножко. Сейчас залью все это водой, будет это все тушиться, томиться под крышкой. И под конец уже посолю, поперчу, добавлю приправки. Можно еще горох зеленый добавить. Кстати, тоже, наверное, сейчас добавлю гороха. Залью водичкой и буду это все тушить. Потом покажу конечный результат. Это всегда вкусно. И можно еще томатной пастой немножечко добавить, разбавить водичкой. Тоже будет вкусно. В конце покажу такое обычное овощное вкусное рагу летнее с мясом. Вот такое вкусное и простое блюдо у нас получается с бульончиком, с молодой картошкой, с мясом, со свежей морковкой. Очень все вкусно и сытно. Всем приятного аппетита!